У меня все-таки вопрос в ходе проведения процедуры аукционной, у нас в большей степени поведение аукционов, наши местные товаропроизводители, что очень важно, потому что в федеральном бюджете, все и краевые инвестиции, очень важно их, заключить наших работодателей, наших работников, с точки зрения увеличения налогового потенциала, с точки зрения взаимозанятности, населения. Вот так в структуре из 100% проекта, какая доля местных товаропроизводителей, понимателей, промышленников. Могу сказать так, на сегодняшний, в этом году путем проведения, если полностью убрать всю программу, у нас участвовало 30% наших, город Назарова. На следующий год, насколько я знаю, мы уже разговаривали с подрядчиками, и тот же самый, допустим, основной подрядчик, который у нас по дворовым территориям, это Аккорд. Он уже говорит о том, чтобы в следующем году понятно, объем будет не меняться, объем будет даже увеличиваться, чтобы привлекать местных предпринимателей в той части того, чтобы он, допустим, занимается укладкой асфальтового покрытия, да, наш тот из тех временателей уберет всю подряд, а в ООН укладывает, допустим, баблю, для того, чтобы максимально работать и в кратчайшие сроки выполнять объем. В этом году бы получилось это все на ходу набегу, и поэтому будет немного сложнее. Ну, дай бог, нам погода дала, а по дворовым территориям там и закончили. Ну, по центральной площади остались еще мелочи, надеюсь, мы успеем погоду у нас. Понятно, спасибо. Я просто на будущее думаю, что обязательно нужно наших общественных врачах такие советы принимать, как собирать их и готовить к этим вопросам, припомнировать технические задачи, в основном, даже все теми, даже если на городе кто-то победил, обязательно подряд. Все-таки содействие, чтобы наши предприниматели, в основном, подряд, потому что они более управляемые, они более здесь понятны нам, и чтобы наши предприниматели перезали за нового. Да, для того, чтобы всем это решить, что у нас было. Хорошо, мы тоже давайте на это отреагируем, мы как-то в решении конференции такую рекомендацию пропишем. Так, Максиму Сергеевичу еще есть. Какие вопросы? Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Я хотела задать вопрос Максиму Сергеевичу. Мы понимаем, что проект реализуется в первый год. И, как всегда, первый год бывает очень сложный в реализации любого проекта. Но в то же время первый год всегда важен тем, чтобы не проанализировать все свои ошибки, недочеты, или, наоборот, успехи, для того, чтобы на следующий год, вступая в этот проект, мы могли его выполнить уже более качественно, более с высокой оценкой. Тогда, в связи с этим, вопрос. Вы сказали, что штаб проводился раз в неделю, и Вы приглашали общественность на этот штаб. Тогда, почему лишь только на последнем этапе, этапе приемки или подготовки к приемке работ по центральной площади, возникли вот эти проблемы с общественностью? Почему они не поднимались ранее или поднимались ранее? Эти проблемы, но не озвучивались. И вторая часть этого вопроса, это какие процедуры согласования проекта были задействованы в этом году? И что нам нужно учесть на будущее, чтобы эти процедуры проходили уже более основательно? То есть, если мы только публичное слушание один раз провели, и получается, что эти публичные слушания не раскрыли всего проекта и те результаты, которые мы получили, значит, может быть, нам нужно проводить два раза публичное слушание? Или, наоборот, изменить форму публичного опроса и еще какие-то методы использовать? Ну, если в целом сказать, то есть, один из основных, конечно, у нас, скажем, проблематичных вопросов стало это в том, что программа была поздно запущена, то есть, мы физически не успели нормально отторговаться, да, контрактную систему провести. Пока мы этим занимались управляющей компанией, мы потеряли, так скажем, полтора месяца. Это летнего периода, когда могли бы мы уже приступить к работе. Поэтому в этом году программа у нас начала, так скажем, началась подготовка намного раньше. На сегодняшний день, допустим, по дворовой территории до 20 октября мы уже должны, как управляющая компания, сдать уже все заявки и протоколы, отправить их уже в министерство для того, чтобы сформировать список, подтвердить бюджет и начинать заниматься контрактами, условием, чтобы отторговаться намного раньше. Ну, у нас одно из условий до 20 октября мы сдаем. В течение ноября месяца этот вопрос у нас в Красноярске будет регламентироваться, там, суммы, контракты, все это будет все вместе складываться. Потом к нам сюда обратно вернется, мы отторгуемся для того, чтобы уже в марте месяца мы уже были заключены договоры были с подрядчиками, чтобы уже был известен объем работ, чтобы мы заранее все подготовили, закупили, даже как вот с марта на сегодняшний день, да, получилось, для того, чтобы все это успеть. И как только с первой, с солнечными, как говорится, днями и сухой погодой, мы приступили выполнять именно в части дворовой территории. То, что касается по общественным местам, да, я в своем докладе и уже не говорил о том, чтобы, если какой-то из микрорайонов выиграли, да, ну, допустим, там, какой-то из поселков наших отдаленных площадок, для того, чтобы начать этаж голосования, уже были такие предложения, чтобы это разместить на официальном сайте администрации, копируем, поставить углу в администрацию. Мы разговаривали, медиафоргинг-пирамида готова поставить углу, для того, чтобы максимально привлечь людей, максимально собрать опрос представленных территорий, допустим, 5-6 их будет представленных, для того, чтобы весь город поучаствовал. Потому что этот раз, когда мы смотрели, количество принявших участие, я не помню, по сколько? 500 всего человек, а у нас в городе нет 49 тысяч. Поэтому мы говорим, чтобы в этом году максимально охватить именно жителей города Назара, чтобы все поучаствовали. Понятно, молодые могут зайти на сайт. У нас есть вот та категория людей, которые не особо владеют у нас с интернетом, которые готовы прийти на сегодняшний день, я уже знаю, они ходят по улице, собирают опросные листы, в которых они уже голосуют и готовы поставить свою территорию на голосование. Также для того, чтобы проект нам правильно утвердить, мы говорим, чтобы мы выходили на территорию с людьми один-два раза, встречались, показывали примеры, чтобы обсудить, допустим, на площадке, что лучше всего видеть. Ну, допустим, две качели, две карусели, какой-то спортивный комплекс, какие-то освещения, как постоянно. Ну, в той части для того, чтобы максимально собрать информацию, и ее это все дело подтвердить, сделать документацию соответствующую, чтобы не было уже нареканий. То, что касается по общественной комиссии. Общественники участвовали в комиссии, ну, в городской в основном, просто там были представители общественных организаций, а пост на территорию уже, когда вышли на центральную площадь, вышли уже просто линии, в котором не безразличны, не входящие, допустим, в общественные комиссии какие-то. То есть вот один из представителей СИДИ, который сейчас заявился, именно у него есть свое предложение, опять же, в части ее на будущий период, некоторые уточнили, для того, чтобы не получил. Да, мы прошли, мы убедили, мы проверили, все дружно сфотографировали, составили акт, мы направили в муниципалитет для исправления, мы пошли, начали исправлять. Вот никак не все хорошо. Потом прошел период, опять затишим, и опять повторная волна. Вот мы и говорим, чтобы ужесточить данный вопрос, как со стороны заказчика, так и со стороны общественности, чтобы не было, ну, подобного. На будущий период, у нас впереди еще 4 года, за 4 года много работы. И надо сделать красиво, качественно и функционально. Это самое главное, чтобы у нас не стояло это, и, ну, так как за пылью попробовалось. Спасибо. Понятно, что два момента. Это информационная работа на этапе, согласование проектов, и второе, это проведение своевременного торгов. Да, это прекрасно. Работа над ошибками, которые у меня надо сделать в следующем году. Спасибо, Алексей Сергеевич. Есть еще вопросы? Нет? Спасибо. Так, с головой предоставляется, Матвея Николаевна Владимировича, заместительный секретаря, перечное отмирение номер 572. Пожалуйста. Здравствуйте, у вас есть в конференции. Ну, Максим Сергеевич практически все сказал, что я хотел рассказать своим выступлением, но все же я озвучу некоторые моменты, которые Максим Сергеевич вынес на решение, в проект решения конференции об изменениях взаимодействия и с администрацией города, о ужесточении контроля и так далее. Вообще у нас поднималось два вопроса, поднимается на внешней конференции. Это обустройство дворовых территорий, и второй вопрос, это центральный город-площадь. Я отдельно каждый вопрос также пройду. Что касается дворовых территорий, ну, все прошло довольно-таки хорошо, то есть, и мы все видели фотоотчеты, ходили по дворам, смотрели, относительно результаты, по крайней мере, я доволен. Но изначально, когда проводили выборную кампанию, мы очень много общались с людьми и в многоквартирных домах, и с гражданами просто города, и многие не знают, не понимают, это вот как-то обращение к жителям города, потому что у нас присутствующих довольно-таки мало, и, может, через СМИ люди, наконец-то, прочувствуют эту ситуацию. То есть, были такие прецеденты, когда 16-квартирный дом у Топаев вези, при том, у него платежеспособность, включая капитальные услуги, была больше 90%, то есть, 15 квартир платила за все. И просто говорили, что, ну, вы не пройдете, не подавайтесь. Ребята, подавайтесь. Вот сейчас можно пройтись и по 16-квартирных домах. Если вы посмотрите, вот презентация, которая была при выступлении Максима Сергеевича, там были образцовые показатели, которые у нас были выполнены на работе. И дворовые территории, асфальт, и бордюрные камни. Можем делать красиво, когда есть контроль. А в дворовых территориях контроль, на самом деле, довольно-таки большой. Каждый идет из жителей, и никто мимо не пройдет, если делают неровно, неправильно. Тем более, сейчас год прошел, мы увидим, что такой-то подрядчик сработал лучше, такой-то сработал хуже. И на будущее уже будем делать определенные выводы. Но это что касается дворов. То есть принимайте участие, подавайте заявки, и будут изменения. А вот что касается выполнения работы по центральной площади, то здесь вопросов было гораздо больше. То есть это на первоначальных этапах, когда работа только началась, у людей было вообще не годование, почему центральная площадь. Для справки, город Назарово, скорее всего, это единственная территория в нашем регионе, где делали работы уже на нормальном рабочем объекте. То есть не нужно ремонтировать то, что нормально работает. То есть все сделали что-то новое, либо заброшенный какой-то парк и так далее. У нас было вынесено несколько проектов. Люди голосовали, люди никак не голосовали. То есть 500 человек – это нулевой показатель. То есть одна из главных задач наших – это будет сбор голосов на следующий период времени. Но я не буду говорить там сумму 5 тысяч, хотя бы полторы-две тысячи человек, для того, чтобы можно было объективно посмотреть, какой из участков нашего города возможен в приоритете для участия в этом проекте. И опять же, заработаю внимание на то, что это должен быть либо заброшенный участок, либо там не должно быть ничего, это должен быть возведен на какой-то объект с нуля. Территорий таких много. И в поселке строители есть, и на механизации есть, в поселке Южном. То есть люди готовы, люди будут голосовать. Мы голоса соберем. То есть естественно будет все открыто и на сайте администрации города, и в муртинг поставим по другим организациям. Этот вопрос мы решим. Второй вопрос – это вопрос взаимодействия нас, общественников, спортивных людей, с администрацией города, то есть с заказчиком, с исполнителем и так далее. То есть я не буду утверждать по центральной площади, ну 100%, но у меня складывается такое впечатление, что по центральной площади мы спросить ничего не можем, потому что у нас и проекта-то особо нет. То есть может он и есть, но никто из нас его ни разу не видит. Мы уже ни разу запрашивали эту информацию, ссылались на сайт, но на сайте ничего кроме чертежа небольшого нет. То есть все этот чертеж видели, но это не может являться никаким простым проектом, потому что в тех заданиях не указано ни метражи, ни технологические какие-то схемы, как, что должно исполняться. Это должно быть. И соответственно на будущий период мы будем более активно за это спрашивать. Потому что элементарно приходилось объяснять людям, которые не являются ни строителями, ни специалистами в этой сфере, как правильно укладывать бортюрный камень и так далее. То есть это в форме неправильно. Опять же, что касается вопроса того, что у нас появился общественный контроль на конечных этапах, изначально вопросы создавались, создавались не раз. Но заказчик всегда с уверенностью говорил, что мы все сделаем, сделаем в срок и сделаем качественно. Ребята, вы все сделаем, вы все увидите. Срок окончен, прошу заметить, до конца работа еще не выполнена. Работает биотехника, работа замечательная, но работа до конца еще не выполнена. То есть у нас на 18 апреля уже месяц проснущий. То есть это не есть хорошо. То есть мы рассылаемся все на плохую погоду, но вот когда у нас перед приемкой в четверг, если я не ошибаюсь, была комиссия общественная по приемке центральной площади, мы собрались, выставили миллион замечаний по тому, как не нужно делать, по тому, как некачественно сделано и так далее. По элементарным вещам за выходные все было исправлено. То есть в понедельник, я не говорю, что все замечания были исправлены, но порядка 80% замечаний наших было исправлено. И бордюры подрезали, и там подровняли, и бордюрный камень где-то заменили. То есть была проделана большая работа и сделали все быстро. Спасибо за это администрации города, что они услышали нас и надавили на подрядчика. Но отсюда у нас выходит следующий вопрос. Почему, когда у нас выигрывает торги красноярская фирма, она не принимает практически никаких рабочих, сама участие в реализации этого проекта? Это в корне неправильно. Я не говорю про то, что не должен использоваться суп подряд. Суп подряд должен использоваться, и он в любом случае будет использоваться, потому что, например, выполнение асфальтирования дорожек и так далее может делать только специализированная фирма. Здесь вопрос не поднимается. Но если подрядчик выигрывает этот контракт, он основные работы должен делать сам и нести ответственность за это сам. А у нас по факту подрядчик есть, он говорит, ну вопросы к суп подрядчику, а суп подрядчику мы спросить не можем, мы ему не нанимаем. То есть за этим вопросом нужно следить более детально и как-то согласовывать, может, если администрация города не может нормально согласовать с суп подрядчиком, давайте с общественностью эти моменты решать. Это должны на самом деле делать местные фирмы, да, потому что и налоги, и занятости и так далее. Но работа должна выполняться качественно. Поэтому здесь мне очень нравится то, что когда мы проводили работы по центральной площади, вот именно контрольные работы, мы ходили, фотографировали, замеряли, это же реально не наша работа. Все должно быть выполнено четко, не нужно ни с кем торговаться. Есть контракт, все указано, должно быть выполнено. И спасибо гражданам, которые обращались к нам. Именно они со скандалом спокойно обращались, спросили сделать что-то иначе, исправить и так далее. И мы надеемся, что нас будут слышать. И мы надеемся, что все организации и все ветви власти, кто участвовал в этом проекте, в этом году, на следующий год вот этих ошибок допускать не будет. И поэтому я хочу, чтобы вы воспринимали мои слова не как критика и что-то пустое, какие-то оппозиционные действия. Нет, просто мне хочется, чтобы любая работа выполнялась четко. Есть посторонняя задача, есть решение. Для меня все. Спасибо. Спасибо, Николай Владимирович. Критика должна восприниматься абсолютно безболезненно, потому что у нас общая команда, общая группа товарищей, все относятся на кругу очень как желательно. Поэтому, кого касается критика, все сидящие здесь слышат и сделают определенные выводы. Я хочу предоставить слово руководителю одной из управляющих компаний, Теплужусь, Елена Борисовна, агент. Как раз Николай Владимирович говорил о 16-ти квартирных домах, так и больших. Как раз практика участия в этом проекте, поселка Борисовна, какие домы есть у Теплужины Борисовны. Жаловите мне. Ну, наши дома участвовали в программе «Консорная среда». И наши жители активно принимали участие. Было предназначение, то есть было подназаявок по 12-ти квартирных домах. По отбору 5 домов у нас прошли по этой программе, принимали участие. Это в основном 16-ти квартирные дома, это поселки Бор. Это дома, которые, я так считаю, что не могут сами выполнить эти дорогостоящие работы. Так как понятно, что 16-ти квартир очень сложно выполнять работы и заказывать работы по асфальтированию при домовой территории. Так как очень много проблем других на домах, на которые жители реально оценивают свои возможности. Поэтому я считаю, что эта программа очень хорошая для того, чтобы жителям поучаствовать именно и сделать свои дворы благоустроенными, для того, чтобы комфортно жить в комфортных условиях. В этом году, то есть мы тоже на сегодняшний день, мы оплатили все дома. То есть все знают, жители, о том, что есть такая программа. То есть вы поначалу увидели, что видят, что дома выполнены, знают, что эта программа работает. Сегодня жители активно принимают участие и проводят собрания для того, чтобы на 18-й год и далее участвовать в этой программе. Поэтому мы проводим собрания. И я думаю, до 22-го числа все кто провел собрание, кто активно участвовал, мы ставим катаколы собрания для участия в дальнейшей программе. Спасибо, Елена Борисовна. Есть вопросы или нет? Действительно, компания проводит очень большую организационную и информационно-разделенную работу, о чем говорила Елена Борисовна. В этом проекте, в текущем году, в ситуации домов, которые заявились, победили пять домов, я, как житель поселка Борисовна, действительно, встречаясь с жителями, которые обслуживают Вашей компанией, говорят им слова благодарности за то, что действительно на те средства незначительные, которые мы собираем, в этом мы думали за асфортированные предыдущие, которые были очень благодарны. Поэтому большое Вам спасибо, подниму Вашим жильцам, тоже мне участвовать. Уважаемые участники конференции, я хочу предоставить слово Виктору Аркадьевичу Сечину, директор управляющей компании «Жилковой сервис». Добрый вечер, уважаемые участники конференции. В части предыдущего выступления, я бы сказал, что у нас в принципе двухэтажных домов прокислили, но тем не менее мы имеем ваунсурсинг, где управляющий компанию «Жилфон» провели то же собрание. И первый год неверия в то, что программа будет работать, в принципе, нас подлигла на то, что не все голосовали, не все хотели, и так далее. Но тем не менее, два дома у нас в «Принга» в киночасти, это Чехово-6 и Чехово-18. Чехово-6 характерен тем, что там просто-напросто практически каждый проживающий в дальнем, в данном доме, это просто мощный активист. Они не просто спланировали работу по асфальтированию, по укладке бродюрного камня. Они до того, как мы начали работать по асфальтированию, они полностью положили гручатку кладу над своими руками за свои деньги, не за деньги врачной компании. Мы все подготовили, и в процессе, когда началось асфальтирование, мы понимали, что вот те вещи, которые нам были высказаны в Министерстве строительства и ЖКХ, то есть были выставлены рамки. Рамки непонятные. Вот на сегодняшний день, честно говоря, когда приезжал сюда заместитель министра, проезжая по территории, мы высказали свое мнение о том, что вот дворовой проезд разделен пополам. То есть вот половину можно за программу асфальтированию, вторую нет. Это просто вот такие активные люди приняли участие, и за деньги, которые оставались на доме, иногда и долг, за счет текущего ремонта жителей проголосовали, и дорогу сделали как надо. То есть ее сделали во всю ширину, и до самого выезда на улицу Чехова. То есть вот как бы поступила информация, что хотят Министерстве строительства и ЖКХ все-таки разрешить асфальтировать за счет средств в городской среде дворовые проезды именно к этому двору. Ну вот как-то, видимо, просыпается все-таки здравый разум там в Министерстве строительства и ЖКХ. Значит, второй момент. Вот сама программа формировалась, я вам скажу, просто, она формировалась так. Вы должны документы представить вчера. То есть протоколы вчера и тогда, ну подождите, ведь есть 44-я статья ЖКХ, которая определяет 10 дней объявления должны быть разрешены, голосования и так далее, и так далее, сбор подписей. И нельзя там чего-то химичить, должно быть все четкое. А нам говорят, вот завтра вы должны сдать. Ну так не бывает. Значит, второй момент, который очень неприятно действовал на психику, я думаю, всех директоров кочкомпании, когда директоров кочкомпании подписывает договор непосредственно с подрядчиком, который отобран по отбуру по конкурсу, и берет на себя обязательство выплатить 10 миллионов. Но при этом гарантии о том, что деньги будут из бюджета, никто не давал. Сказали, что деньги из бюджета поступят при полном выполнении программы. То есть, когда последний кирпич положат на площадь. Ну, вы понимаете, то есть, ощущаю, немножко неприятно повесить на компанию вот такие денежные обязательства и при этом не иметь полный гарантия. То есть, я полагаю, что все-таки вот в конкурсный отбор, когда мы проводили, вот нет очереди подрядчика, и его не будет на заработку. Потому что у нас на сегодняшний день три организации, которые, в принципе, могут здесь чего-то катать. Это ДСП, в принципе, но у всех агросервис с использованием техники того же ДСП и ИП-момеда. Других нет. И выбирать немецкого, в принципе. Мы здесь не конвестовали. Когда приступили к выполнению работы, то выявляются, естественно, моменты, которые забыли учесть. Не только мы, но и жители, которые не хотели чего-то. А потом вдруг, когда вырвали барбюр, начали катать, появляется желание, надо было расширить. При этом указание было снисти в строительство ЖКХ. Только в пределах существующих поездок. То есть, опять... Поэтому вот, когда была заместитель министра в строительство ЖКХ, мы проезжали по территорию, мы свое сказали, что надо все-таки по-человечески, по-крестьянски. Вот сначала все вымерить 10 раз, потом принять решение, потом катать. А так вот на бегу, как бы, это вот... Мы сейчас по некоторым территориям это и имеем, что и имеем. Значит, но тем не менее, все-таки, хотелось бы сказать, наверное, там, партии «Единая Россия» спасибо за то, что все-таки сподвигнули по выделению бюджетных средств вот именно на выборной территории. Потому что невозможно делать все виды ремонтных работ, то есть эмонтировать крышу. То есть есть проблемы, есть порядок в каждом доме. Значит, но при этом хотелось бы, чтобы все-таки учитывался при проведении заседания комиссий по отбору вот тех домов, которых программа должна будет войти в этом году, в следующем году. Хотелось бы пожелать, все-таки должен существовать принцип справедливости. То есть, первое, это оценка. Оценка технического состояния. То есть один двор убит до ужаса, и как бы его не замечают. Хотя проголосовали, хотя процент собираемости есть. Другой двор, зато более-менее, ой, тут надо приукрасить. И вот как у нас по парковой 41. Комиссия приезжает и говорит, а первый подъезд вроде бы как асфальт еще ничего. А второй убитый. Давайте каким-нибудь во второго. Вот правильно сказал. Ну, надо делать комплексно и завершенность полная. Вот по нашим дворам понравилось, чехов всем, а почему? Двор был убит, значит, полностью входной группой переделали за счет текущего ремонта. Полностью крыльца сделаны, полностью пузырьки сделаны. И с оборудованием, вот это все, когда было закончено, сразу смотрится, вот сразу. Там и освещение, и лавочки новые, и так далее, и так далее. То есть вот как бы закончен объект. А вот так вот на один, скажем так, три квадратных метра шлипок, и на другой. Ну, лучше сделать не сто домов, лучше сделать три, но конкретно и закончить. Вот как бы хотелось бы поработать таким пожеланием. Теперь у нас, смотрите, существует отдаленная территория, БУ-102, богом забытый, ну, скажем так, микрорайончик. Дороги убиты в ужас. Ну, участвовать там жители не могут, потому что сборка, ну, это капитальный ремонт составляет 20%. Почему? Потому что 60% принадлежит муниципалитету. То есть люди платят, не платят найм, а капитальный ремонт должен муниципалитет оплатить. В этом случае только может попасть, то есть люди там не виноваты, виноват муниципалитету. Я полагаю, вот эту ситуацию нужно все-таки рассмотреть, и вот партия «Единая Россия» как-то вот этот вопрос с администрацией Фариша. Может быть, наступить им на больную назой, что нужно платить. Кстати, за капитальный ремонт, униципалитет не заплатил ни копейки, ни в котел, как мы называем, ни на спецсчета. Значит, то же самое у нас активно голосовал общежитие «Советская-12». Неплохое общежитие, в принципе, ну, собираемся, понятно. Порядка сорока процентов муниципального жилья, ни копейки, денег, бюджет не выделил на капитальный ремонт. Ну, то есть не оплачивал. Соответственно, дом не может попасть в эту программу. То есть в этом случае тогда нужно как бы быть либо агрономом, либо учителем. То есть если вы хотите, чтобы не платить, ну, тогда примите решение какое-то, выйти там на министерство, что этот дом должен быть. Он ничем не хуже, чем остальные. И люди там не хуже, чем жители нашего города. Вот здесь нужно эту ситуацию, я думаю, как-то поправлять все-таки. Ну, в общем, скажем так, правильно сказано, что первый блин ом. Сейчас есть возможность быстренько сориентироваться, решить, единственное, нужно просто не забывать, что ошибки, которые вы допустили, нужно просто поправить свое время. И подход должен быть колхозно-крестьянский. Промерить, продумать, посмотреть, решить. В правильном смысле я говорю, что быстренько проголосовали, где делаем либо памятник, либо площадь, да? И все. Потому что в деков было сказано вчера, сегодня должны быть документы. У нас, в принципе, правительство, наверное, всегда так, что отправляет бумагу. Он говорит, что вчера нужно было предоставить. Ну, неправильно. Нет вот продуманности, нет завершенности объекта. И, в принципе, вот мы сейчас, когда рассматриваем, в этом году проголосовали порядка, уже поверить в эту программу, проголосовало порядка 70-го. То есть люди идут, идут. Ну, естественно, мы никому не отказываем. Отдаем документы для того, чтобы голосовали. То есть протокольная часть – это документы для голосования. Но, сами понимаем, что вот этого дома не стоит. Ну, потому что, ну, действительно, асфальт новенький. Это все новенький. Из-за того, что две фигурки вот, ну, ну, дайте мне другим людям, у которых все убито. Вот принцип справедливости при этом отборе, вот как бы нам все-таки председатель Совета автомобилевых партийных домов высказывает. Они говорят, вот этот дом был в адресной программе, где ему меняли крышу, ну, серьезно деньги затратили, поверс 8-5 по ФЗ. И они теперь хотят асфальт это дали. Да, а почему нет? Потому что там люди не просто голосуют, а они просто бегают. И вот в завершении своего выступления хотелось бы сказать все-таки, вот разговаривая с подрядчиком, это с Мамедом, значит, он сказал, что Назаров, это город совершенно другой по отношению к качеству. Они катают там на 25 миллионов. И у нас, у нас 112 дом, он не по программе, он за счет денег люди проектовали, за счет хучей ремонта катали. Сейчас ночью люди катают асфальт. Выходят жители, выносят картошку, самогон, кусало и так далее. То есть, вот нам как раз Цветович сказал, это же здорово, когда это же активность ваших граждан, что они там каждый сантиметр сгодят как положено, и еще, говорит, тут загуси, с дуром. Ну, конечно, поедет нельзя, но тем не менее. Вот, в Ачинске наоборот, как только 10 часов приезжает полиция, шуметь нельзя, гудеть нельзя и так далее. Вот это показатель. Мы всегда говорим, что Ачинске, Ачинске, Азарово, это город особый, да, у нас он был как раз в этом. Санкционные катали, там тоже санкционные струкали, картошечки и так далее. То есть, это нормально. Да, было трудно, потому что в доме 120 квартир, 240 менее, потому что муж с женой не могут решить. Один говорит, бордюр нужен вот так, другой говорит, вот так. Но бордюр уже на дизайн-проекте есть. Как я его положу по-другому, когда это вымерялось, решалось советом. Да, принимались решения. Кое-где пришлось соступить от дизайн-проекта, но сделать лучше. Может быть, поругают. Вот то, что мы боялись выход за пределы, за рамки программы. Почему? Деньги бюджетные. Положи квадратные метры не туда, потом там ФСБ, ГГБ, еще в них палаты и так далее. Поэтому старались вот. Не было много понятно. Я думаю, сейчас все это дело поправится. Много товаров, которых просто вот из-за боязни, что все-таки нельзя выезжать и заезжать за рамки дизайн-проектов, значит, у нас почти половина, каталась частично за счет средств. То есть протоколы были быстренько старшие сами показать, куда ложить, как ложить. Это за счет денег дома. И это вот здорово. Спасибо, Михаил Михайлович. Слово предоставляется, исполняющим обязанностям, руководитель администрации города, футболистов, которые мы не хотим. И мы не хотим. И мы не хотим. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники конференции. Сказано очень много. Да, это первый год мы реализуем этот проект. Замечали очень много. И их нужно воспринимать так, как надо. Постараемся учесть все замечания, всю критику, а критика здоровая. И на будущий год мы не должны допустить такого, что было в этом году. Конкретно по площади. Вот у меня все. Если есть вопросы, я готов ответить. Возвращение в площади вот контракт с подрядчиком. Предусмотрены ли какие-то штрафные санкции за то, что они нарушили условия договора? Значит, предусмотрены штрафные санкции, но там есть документы по гидромедицингу о том, что они, вы сами понимаете, как раз вот именно пик работ, он выпал на дождевую погоду. Если бы это было в летний период времени, если бы наращено стерилизован, то безусловно, это внизу. Но я еще раз говорю, мы все замечания, все замечания учтем и постараемся не допускать пожелания. Так, еще вопросы-то, не же, как еще есть? Нет, спасибо.